В такое морозное утро даже дым от кочегарки, которая нас обогревает, выглядит привлекательно. Всем привет! Начинаю новый влог. Сказка уже заканчивается, но так хочется еще побыть в этом праздничном настроении. И повод есть. Старый Новый год. Это все равно, что Новый год, но по старому календарю. Так что продолжаем, продолжаем еще поздравлять друг друга, радоваться. Всех с наступающим Старым Новым годом! А мы с Никиткой будем пить чаек. Купила ромовое пирожное и карамельное. Сейчас поделю их пополам, перемешаю, чтобы была у нас разность вкусов. И все, вот так удобненько. Пробуешь различные вкусы, но в то же самое время сильно не переедаешь. Хочу с вами поделиться впечатлением о мультфильме, который мы с Никитой смотрели уже второй раз. Так он нам понравился. Мультик называется Маугли Дикой планеты. Мультфильм для любителей фантастики, приключений, ярких красок. В общем, для семейного просмотра мультика сейчас как раз выходные. Может кто-то ищет что-то такое интересненькое. В начале мультфильма события разворачиваются очень активно. Потом мальчик попадает на планету, которая изначально казалась как бы необитаемой. Показывает пустыню, много песка, каменистые такие вот возвышенности. И когда я это увидела, я думаю, вот это все. Первый раз, когда смотрела этот мультик. И вот этот мальчик, весь мультик будет бродить по этой пустыне, пока его не спасут. Были у меня такие мысли, но нет, нет. Потом он попадает в другой мир, назовем это так. И там уже события начинают разворачиваться еще активнее, еще интереснее. Появляется, вот появляется как раз то, что я ждала от этого мультика. Появляется буйство красок, необычные ландшафты, необычная природа этой планеты, загадочные животные. В общем, очень интересно, захватывает. И я прямо рекомендую, рекомендую. Поищу этот мультфильм на ютубе. Есть он в свободном доступе. Найду ссылку и скину. Ну или в описании, или в комментариях прикреплю. Посмотрите, не пожалеете. И немного фотокадров из этого мультфильма, чтобы сложить о нем, ну, хоть какое-то первоначальное впечатление. Надеюсь, ютуб мне не выставит нарушения авторских прав. К нам пришли январские морозы. Сегодня еще более-менее. А вчера, позавчера был такой прям обжигающий мороз. Достала вот свой пуховик на синтепоне. Да, на синтепоне пуховик такой объемистый. Он очень теплый. Вот он такой надутый. Я, правда, в нем такая объемная. Но ничего, ничего. Зато очень тепло. И хорошо. И главная цветовая гамма мне очень подходит в этом пуховике. Вот с такой вот шапочкой красивой я выгляжу, как снегурочка. Вышли прогуляться, похрустеть снежком и просто подышать свежим воздухом. Мороз, а они щебечут. Видно, согреваются так. Сейчас немного еще погуляем. Погуляем по Елизово, забежим в Алберес и домой. Елочка в торговом центре. Ну и куда ж в этом году без фотографий возле Чебурашки. А это уже вечер следующего дня. Мы решили приехать в парк с Каской поснимать праздничную иллюминацию, пока ее не убрали. Все просто чудесно. Мы здесь уже, конечно, не в первый раз. Но вот пока еще не убрали, решили снять эту красоту для своего влога. На обратном пути еще пробежала по продуктовым магазинчикам и сделала небольшую закупочку. То, что нам не хватает. Это не основное. То, что нужно. Купила Никитке вот такую слойку. Там капуста, мясо. Это булочка сладкая, маковая. Батон такой. Там вкусная начинка маковая. Ее много. С таким как бы сахарным тоже сиропчиком карамелизированным. Вкусно получается. С кумбрию взяла две баночки. Очень люблю подкопченную. Молоко Никитке. Это блинчики с мясом я взяла. Творожка взяла. Темные такие вот пряники. Имбирные, кстати. С крошкой шоколадной печенюшки. Сметанку. Концентрированное молоко. Вот это очень вкусное молочко. В кофе добавляю себе. Корейскую морковочку. И ароматное, ароматное, живое кубанское маслице. Подсолнечное, нерафинированное. Вот так прям пахнет с семечками очень хорошо. Недавно в шорце показывала копченые яйца. И вот такую полукопченую колбаску с сыром от Пионерского. Тогда я еще колбаску не пробовала. И не смогла сказать, да, вкусная нет. Но сейчас мы уже ее распробовали. Да, хочу сказать, нам очень понравилась. Хорошая такая колбаска. Такая мясная-мясная. Сырная-сырная. Вот этот вот кружочек, кружочки. Это все сыр. И она из-за того, что сыра в ней много, она такая сочная получается. Вкусная, хорошая. И чувствуется прям мясо. Кстати, я в составе не читала. Мясо кур, свинина, говядина, сыр, шпик. О, здесь еще и не только куриное мясо. Так что прям могу порекомендовать. Попробуйте. Я думаю, вам тоже эта колбаска понравится. Сколько сыра. Почистила колбаску. Сейчас Никитке буду делать бутерброд. Не, хорошая. Хорошая. Мне понравилась на самом деле. А теперь смотрите, какие у меня есть масла. Масло сказка и кубанское живое. С этим маслом блюда получаются ну просто сказочные. Вот. Но это живое. Но видно, омолаживающий эффект есть. Ведь масло нерафинированное, натуральное. Так что все равно какой-то благотворный эффект организму несет. Да, поэтому и живое. Ну ладно. Шутки шутками. На этом я буду прощаться. И говорить вам до скорых встреч. Пока-пока. На этом я буду прощаться.